Сегодня в правительстве области вручили паспорта юным кировчанам. Все они отличники учебы и активисты в разных сферах. Как прошло торжественное мероприятие, расскажем в сюжете. Настя Ситникова уверена, этот день запомнит навсегда. Получение главного документа для подростков и без того волнительное событие. А тут еще и из рук губернаторов торжественной обстановки в правительстве области. Для меня, наверное, это переход в более взрослую жизнь, нежели когда я была маленькой. И достаточно волнительно, но я этот день запомню на всю жизнь. Я очень этим горжусь, что меня сюда позвали. Папа, который пришел поддержать дочку, волнуется не меньше. Успехами своего ребенка гордится, а их немало. Например, в творчестве. Настя занимается эстрадными танцами. Сейчас, когда человек получает паспорт, я думаю, что ответственность уже у нее будет как взрослого человека. И поэтому будет стремление расти вперед и улучшать свои показатели по всем направлениям и в учебе, и в танцах, и в спорте. На встречу губернатор не только вручил документы юным активистам, но и сказал ребятам напутственные слова. Молодое поколение – это будущее страны и для меня, как руководителя региона, как секретаря партии «Единая Россия». Самая важная задача – это создать достойные условия для развития нашей молодежи. Игорь Васильев отметил, что люди делятся на две категории. Одни постоянно куда-то стремятся и ищут места, где жизнь лучше, другие остаются и стараются поменять жизнь вокруг. Я хотел бы вам всем пожелать, все-таки ближе ко второй категории, о которой я говорил, и вместе с нами постараться сделать жизнь в Кировской области, в Российской Федерации достойной для людей, достойной для вас, для того, чтобы через некоторое время, когда вы будете большими, я надеюсь, учеными, руководителями, достойными гражданами нашей страны, жизнь в Кировской области была такая, как вы хотите, достойная во всех отношениях, для того, чтобы люди могли жить, развиваться и наслаждаться жизнью. В конце встречи подростки и их родители сделали на память совместное фото с губернатором.